МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, друзья! Вместе, как вы знаете, весело шагать, вместе весело петь. А вот болеть, каково оно взрослым, когда болеют дети? С этим мы попробуем разобраться, ну а кроме этого вы узнаете. Когда на ровном месте человеку, который прыгает, скачет в сознание и улыбается, надо сдавать что-то на анализы и определять чувствительность к антибиотикам, это в подавляющем большинстве случаев бизнес и никакого отношения к медицинской науке не имеет. Очень много существует всяких самых разнообразных таблиц, в которых говорится о том, как надо правильно готовить еду, чтобы сохранить те или иные витамины. И вот если вы сейчас поймете то, что я вам буду рассказывать, вы примерно узнаете, как сохранить витамины в еде. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, друзья, сегодня я хотел бы поговорить с вами о том, как здоровье детей и болезни детей влияют на взрослых. Ну вот классический пример. Когда в доме заводятся дети, дети обязательно начинают болеть. Ну не бывает детей, которые не болеют. Совершенно четко известно, и медицинская наука даже владеет огромным статистическим материалом о том, что там, где есть дети, взрослые, болеют всякими ОРЗ в 2-3 раза чаще, чем там, где детей нет. С одной стороны, вот когда взрослые начинают из-за детей болеть всякими вирусными инфекциями, мы четко должны понимать, что эти взрослые должны делиться на две категории. С одной стороны, это мамы и папы, ну, которые шмыгают носами заразившихся детей, идут, тем не менее, на работу, заражают других. Это один спектр проблем. Ну и с другой спектром. Реально, вирусные инфекции, особенно грипп, наиболее опасны для детей первых 5 лет жизни и пожилых людей старше 60. И это подлинная трагедия страны, где бабушки часто живут там же, где живут маленькие дети. Вот, к сожалению, как вы знаете, у нас немногие могут себе позволить свое личное жилье, а бабушки и дедушки в это время где-то в круизе. Нет, они, как правило, в соседней комнате. И когда детеныш приходит со школы с гриппом, или когда папа приносит грипп, и вся семья болеет, то самая большая опасность – это именно бабушки и дедушки. Собственно говоря, я говорю о том, что если уж вы завели детей, то вероятность того, что детки не принесут бабушкам и дедушкам сопли, ну очень мала. Поэтому начните с малого. Привейте ваших пожилых от гриппа. Ну начните хотя бы с этого. Это понятно? Молодцы. Тем не менее, когда ребенок начинает болеть, в семье начинается разбор полетов. И в процессе разбора полетов все ищут ответы на два главных вопроса. Первый вопрос. Кто виноват? Да? И кто, как правило, виноват? Ну, как правило, конечно, хотелось, чтобы был виноват кто-то. Ну там соседский ребенок, или врач, который что-то не так сделал. Но чаще всего виновата бедная мама, которая пока папа был на работе, что-то не так одела, запустила, переохладила. Ну, в общем, виновата мама. Но дальше начинается следующий вопрос. Что надо делать? И тут, ребята, возникает очень серьезная проблема. Смотрите, как правило, эта проблема возникает тогда, когда в семье присутствует два поколения людей, которые сейчас начали выращивать третье поколение. При этом у бабушек и дедушек всегда преимущество. Почему? Потому что любая бабушка может сказать, еще раз говорю, я хочу, чтобы меня правильно подняли, друзья мои, я ничего против бабушек не имею. Я на самом деле пытаюсь, чтобы вы поняли, это естественно. Бабушка смотрит на вас, на свою дочь или на своего сына. Она вас уже вырастила. Она вместе с вами прошла через три десятка соплей. Она абсолютно убеждена в том, что она раз вас вырастила, она правильно все делала. Он вы какой, вымахали, вышли замуж и так далее, и так далее. И естественно, она считает, что она права. Потому что откуда ты взялась такая умная, насмотрелась своего Комаровского? И тогда дети, которые приходят в дом, становятся источником конфликтов. Более того, сплошь и рядом у папы и мамы нет взаимопонимания, кто будет брать на себя ответственность. И поэтому, ребята, первое, что вы все-таки должны знать для предотвращения конфликтов, вы все-таки должны четко понимать. И это очень важное правило. Если какой-то вопрос задается миллионы раз, миллионы раз, то на этот вопрос, как правило, есть один понятный, доступный и верный ответ. Вы понимаете? То есть не надо спорить друг с другом, потому что бабушка считает, что надо прикорм начать в месяц. Папа говорит, вообще пусть ест одну маму до трех лет, а мама считает, что до шести. Не надо спорить. Есть ответы на все эти вопросы. Уже есть. Собственно говоря, школа доктора Кобровского ничего не придумает. Мы пытаемся дать вам готовые ответы, которые уже давным-давно найдены медицинской наукой. Но заметьте, вы приобрели автомобиль и поехали. И вы прекрасно знаете, рано или поздно вы пробьете колесо. И вам придется его поменять. И вы этому учитесь, вы этим интересуетесь. Если вы собираетесь стать родителями, то ваш ребенок, радо или поздно, будет иметь температуру, сопли и так далее. И что тогда произойдет? И тогда начнется выяснение отношений, кто его довел до этого. И главное, самое, что волнует меня больше всего, что очень немногие семьи с достоинством выходят из испытания детскими болезнями. Потому что детская болезнь с кошелью, это проблема мамы, а папа вообще предъявляет претензии, мы хотели, а из-за тебя, потому что он болеет, мы не можем и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы, коли вы себе уже выбираете по жизни мужика, то вы с ним вместе учились находить ответы на самые главные вопросы. Будете знать, как помочь ребенку при болезни? Правила, которые мы вам даем, то детские болезни это, ребята, на самом деле ерунда. Дети болеют, дети выздоравливают при минимальной помощи, при минимальном количестве лекарств. Все, что вам надо заранее вместе с папой выучить правила помощи при соплях, температуре, кашле и так далее. Вы должны это знать заранее. Это приведет вас к нормальному бабьему счастью. Да, вы можете возразить и сказать, что есть серьезные болезни. И да, ребята, есть действительно серьезные болезни, когда ими надо заниматься и менять принципиально образ жизни. И, кстати, современная медицина, сталкиваясь с какой-то проблемой, например, с сахарным диабетом или с баронхиальной астмой, она пытается всячески все сделать для того, чтобы вы поняли, это не болезнь, которая должна погубить вашу семью. Это не состояние, которое сделает вас привязанными к такому-то образу жизни. Нет. Сахарный диабет, давайте учиться, это не болезнь, а образ жизни, требующий особых поправок. Бронхиальная астма требует определенных поправок, но с каждым таким состоянием вы можете жить долго и счастливо, любить ребенка и друг друга. Это понятно? Молодцы! Вопросы! Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а вот какой образ жизни все-таки рекомендуется? Прогулки, совместная физическая активность, что-то еще? От замечателя. Главное, что вот очень хочется, чтобы вот этот вопрос вы задавали до того, как потащите ее в ЗАГС. Вот это принципиально. Самое главное, это ваша готовность. Нормальный мужик должен знать, какие испытания его ждут в жизни. И чуть ли не главное испытание, когда он приходит домой, а его встречает вот это вот с такими глазами и криком «Машенька заболела!» И все, жизнь кончилась, жизнь кончилась. И вы тогда кричите «Что делать?» А вы должны прийти и сказать «Машенька заболела?» А где у нас термометр, геометр? А где наваренная кастрюля с компотом? А почему ты не укомплектовала домашнюю аптечку по советам доктора Комровского? Она тебе говорит «А ты куда смотрел?» И тут, оказывается, вы понимаете, что вы должны быть готовы к детским болезням. То есть, если вы не хотите, чтобы эта болезнь испортила вашу жизнь, стала поводом для конфликтов, конфликты, все конфликты между мамой и папой по поводу болезни ребенка можно предотвратить. Поэтому школа доктора Комровского это прививка от выяснения отношений. Смотрите нас всей семьей. Да, вопросы? Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, как обезопасить ребенка от болезни, если, к примеру, папа пришел с работы, вот с соплями, совсем на свете, с температурой, а мы живем в однокомнатной, то есть папу отселить, ну, некуда. Сразу могу сказать, что шансов уберечь ребенка практически никаких, ну, в условиях однокомнатной квартиры. Но еще раз обращаю ваше внимание, не надо бояться детских болезней. В этом нет ничего опасного. Более того, регулярно, имея инфекционные болезни, ребенок тренирует иммунную систему. Инфекции, частые инфекции, это лучшая профилактика аллергических заболеваний. Понимаете? Это очень здорово. Поэтому главное, чтобы когда папа пришел с соплями, он не чувствовал себя виноватым. Вы понимаете? Вот вы вышли с электрички и идете на дачу, и у вас по пути огромное поле с грязью. Папа запачкается, ребенок запачкается, и вы прекрасно знаете, что нет в этом ничего страшного. Доберемся до дачи и отмоемся. И вы воспринимаете это с улыбкой, как приключение. Точно так же, у папы сопли, значит, и у нас завтра будут сопли, мы будем вместе играть в больницу. Хорошо, спасибо. Замечательно. Скажите, пожалуйста, если уже ребенок заболел, как правильно организовать помощь от всех членов семьи? Ну, я вам скажу так. Есть вещи, которые лучше получаются у мамы, есть вещи, которые лучше получаются у папы. Если вы сейчас заставите папу срочно варить компот, то, ну, может, как-то не очень вкусный компот получиться, да? Тем не менее, папа, папа, он обязан, это главная задача папы, обеспечить в комнате должные параметры температуры и влажности. Батареи, увлажнитель, открытые окна, это только папа. Лекарства в дом должен закупить кто? Папа. И тогда, кстати, папа задумается о том, что более мудро заранее собрать аптечку, заранее по списку все купить, чтобы, когда у ребенка температура, не нестись еще и в аптеку, да? Главное. Вот сразу хочу, чтобы вы четко это поняли. Болеть соплями и температурой, детям, это точно так же, как жить и дышать. Это нормально. В этом нет виноватых, понимаете? Это не повод ходить потерянными, выяснять отношения, искать правых и виноватых. Створить по поводу методов лечения. Про методы лечения мы вам рассказали. Отнеситесь к этому с достоинством и улыбкой. Пусть ребенок не видит ваши перепуганные лица и вытаращенные глаза. Если кто-то бегает по дому с криком «Все пропало, все пропало», гулять. Куда-нибудь подальше, подальше. Убирайте, не пугайте детей. Дети болеют чаще всего тяжело именно потому, что видят перепуганные глаза и на уровне инстинкта начинают бояться своего состояния. Понимаете? Поэтому я вас прошу, улыбайтесь сами, общайтесь во время болезни, учитесь. Это очень серьезные элементы вашей жизни. Поэтому, главное, когда у вас будут дети, вы будете больше болеть. Но это абсолютно ерунда, потому что, если вы будете ходить в школу доктора Ховровского, будете знать, что делать с этими болячками. Давайте улыбаться и учиться. А мы продолжаем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, друзья, наша рубрика мифы. Миф о мазках и антибиотиках. О чем идет речь? Ну, в общем-то, достаточно часто приходится сталкиваться с мнением о том, что если мы собираемся кого-то лечить антибиотиком, то предварительно надо найти микроб и выяснить, какой конкретно на этот микроб действует. Многие об этом слышали, не правда ли? АПЛОДИСМЕНТЫ Почему это не так? Почему без мазка регулярно можно обойтись? И почему эти слухи так активно циркулируют? Прежде всего, я хочу сказать, что под разговорами об обязательности мазка очень часто лежит вовсе не глупость, нет, а просто бизнес. Ну, просто бизнес. Потому что каждый раз, когда вы сдаете мазок, вы за это платите деньги. И, как правило, из своего кармана. Там, где деньги платит страховая компания, существует определенный протокол лечения и обследования. И страховая компания четко знает ситуации, когда надо, когда обязательно нужен мазок. И выясняется, что в подавляющем большинстве случаев никакой мазок не нужен. Он не влияет на результаты лечения. Почему? Прежде всего, потому, что когда ставится какой-то конкретный диагноз бактериальной инфекции, то медицинская наука многие годы изучает эту тему и с очень высокой степенью вероятности знает, какие антибиотики действуют на предполагаемого возбудителя. Перевожу на понятный язык. У конкретного пациента ангина. Конечно, будет очень здорово, если я буду знать, что эта ангина вызвана микробом под названием стрептококк, и что на этот стрептококк действует антибиотик по имени ампицелин. Ну, вы, наверное, удивитесь, но я и так об этом знаю, что ангина вызывает это стрептококком, и стрептококк в 99% случаев чувствителен именно к ампицелину. Я могу спокойно лечить этим антибиотиком. То есть, медицинская наука, как правило, знает, кто вызывает атид, кто вызывает воспаление легких. И, как правило, медицинская наука заставляет врачей анализировать обстоятельства. То есть, воспаление легких в этом возрасте, в домашних условиях, как правило, вызвано таким микробом. А в другом возрасте, в больнице, когда оно возникает, это уже другой микроб. И так далее. И все это врачи знают. И, как правило, всегда можно подобрать антибиотик, как говорится, эмпирический, то есть, на основании опыта медицинской науки. И это эффективно в более чем в 95% случаев. В более. Как правило, есть болезни, когда мы вообще не имеем возможности взять мазок. Приведите мне пример такой болезни. Задумались. Ну, например, у ребенка атид. Откуда вы мазок будете брать? Так что, мы не будем лечить атид? Или хорошо, у человека ангина, да? Мы можем взять мазок с миндалин, подождать три дня, вырастет, кто-нибудь не вырастет, он все эти дни будет ходить с таким горлом и ждать осложнений? Или, может быть, нам все-таки лучше начать его лечить сразу? Возьмем еще одну ситуацию. К примеру, у человека понос. И мы решили не лечить этот понос и оттуда взять мазок. А если вы обнаружили там кишечную палочку, вот вы уверены, что это кишечная палочка причина поноса? Или, может быть, все-таки есть какой-то другой микроб, который мы обнаружить не успели или не смогли, причина? А как взять на исследование мочу стерильным образом? Я же хочу, чтобы вы поняли, что существует на самом деле огромное количество мифов, связанных с самой технологией того, как делается исследование. Когда вам говорят сдайте мочу на стерильность, или, как вы, мамы, я это знаю, потому что это происходит регулярно, сдаете анализ молока на стерильность. Как вы можете стерильно собрать молоко? Ну, объясните, как можно собрать молоко, чтобы в процессе сбора молоко не касалось кожи, на которой всегда живет микроб под названием эпидермальный стафилококк. Ну, он там живет всегда. И сплошь и рядом мама сдает молоко якобы на стерильность, потом с выпученными глазами и криком «У меня стафилококк в молоке, я травлю своего ребенка», перестает кормить грудью, да? Да, у нас есть вопросы. Так что, мазки делать никогда не надо? Нет, друзья мои, надо. Но это уж точно не вы будете решать. И в амбулаторных условиях это бывает надо крайне редко. Но представим себе серьезная ситуация. Мы лечим пациента антибиотиками, ему не становится легче. И мы реально видим, что мы не можем подобрать антибиотик. Но у нас есть конкретный диагноз. Или у человека заражение крови. И мы можем взять кровную стерильность и определить, какой там микроб. Как правило, мы определяем чувствительность к антибиотикам в очень редких ситуациях, когда стандартные методы не дают возможности подобрать лечение. Мы не можем просто подобрать. Опыта не хватает для того, чтобы подобрать. Это первое. Второе. Очень часто мазки берутся вовсе не для того, чтобы определить чувствительность к антибиотикам. Нет, иногда просто нужен мазок. Ну, когда у человека проблемы с горлом и мы видим ангину, мы берем мазок всем подряд, чтобы убедиться, что это не дифтерия, например, которая бывает. И когда у человека понос, то в любой больнице обязательно берут мазок, чтобы определить, не представляет ли этот пациент эпидемиологической опасности. Это не дизентерия, не сальмонеллез. То есть нам вовсе не надо знать, какой антибиотик назначить. Мы это знаем и так. Мы посмотрели на его уж, простите, какашки. И по внешнему виду какашек предположили, что это такие дизентерия. И начали лечение. А потом выделили палочку и подтвердили, что это, да, дизентерия. И тут мы можем уже работать, подбирать антибиотик, если лечение оказалось неэффективным. К чему я все это пытаюсь вам объяснить? Исследование на чувствительность к антибиотикам иногда необходимо. Ситуации такие возникают крайне редко. Либо эпидемиологически они нужны, эти ситуации, то есть обнаружить микроб. Либо речь идет о тяжелом больном, который находится, как правило, в стационаре. Когда на ровном месте человеку, который прыгает, скачет в сознание и улыбается, надо сдавать что-то на анализы и определять чувствительность к антибиотикам, это в подавляющем большинстве случаев бизнес и никакого отношения к медицинской науке не имеет. Современный врач 21 века более чем в 95% случаев точно знает, кто теоретически причина этой болезни и какой антибиотик теоретически должен помочь. И теория соответствует практике более чем в 95% случаев. А когда не соответствует, то есть шансы использовать антибиотики номер 2, которые также рекомендуются и которые помогают большинству тех, кому не помогли антибиотики, назначенные в начале. Это понятно? Молодцы! Таким образом, не надо терять время, не надо тратить деньги, врачи и без мазка знают, как лечить ваши болезни. Правильные выводы сделали? Ну, тогда мы продолжаем. Итак, друзья, наша любимая рубрика «Еда». Очень много существует всяких самых разнообразных таблиц, в которых говорится о том, как надо правильно готовить еду, чтобы сохранить те или иные витамины. И мамочки пытаются это все записывать, анализировать, хотя на самом деле разобраться с этим совсем несложно. И вот если вы сейчас поймете то, что я вам буду рассказывать, вы примерно узнаете, как сохранить витамины в еде. Давайте возьмем с вами картофелину. Вот картошка, да, в этой картошке есть витамин С. Витамин С является водорастворимым витамином. Это понятное слово, да? Водорастворимым. Итак, мы эту картошку опустили в воду и начали варить. Как вы думаете, где будет часть витамина С? Она будет где? В воде. И вот дальнейший вопрос какой? Этот витамин С попадет к нам в организм или нет, зависит от того, куда мы денем эту воду. То есть, если мы решили сварить картошку в мундирах, положили картошку в кастрюлю, сварили, воду вылили и положили картошку на стол, то количество витамина С там уменьшилось? Конечно же, уменьшилось. А если мы эту картошку положили в суп и эту воду с витамином потом что? Выпили. То что случилось с витамином? Ничего. Как был, так и остался. Это понятно? Это первое, что вы должны понимать. Самое главное, куда девается жидкость, где витамин может раствориться. Это понятно? Молодцы. То есть, это первое, что мы усвоили. Второе, что мы должны усвоить, мы должны знать, что есть витамины, которые растворяются в воде, а есть витамины, которые где растворяются? В жире. Водорастворимые и жирорастворимые. Жирорастворимых витаминов всего четыре. А, Е, Д и К. Все остальное, как правило, группа В и С – это водорастворимые. Теперь представьте себе, если мы решили с вами варить морковку. Мы варим морковь в воде, потом воду вылили. С витамином С, который в морковке, мы, скорее всего, распрощаемся. Но витамин А в морковке, который растворяется только в жире, никуда не денется, он останется. Это мы уже поняли. То есть, оказывается, на все это влияет способ приготовления. Но если мы будем жарить или варить морковку, например, в подсолнечном масле, то витамин А, который растворяется в масле, окажется где в масле? И потом вопрос какой будет, что мы с этим маслом сделаем? Если мы его съедим, то никуда мы не потеряем витамин. Если не съедим, все понятно, то есть, друзья мои, оказывается, что вы должны учитывать? Первое. Что будет с жидкостью, где мы готовим? То есть способ приготовления имеет принципиальное значение. И второе. Вы просто должны знать, какие витамины являются водорастворимыми, а какие жирорастворимыми. И все остальные правила, как сохранить витамины, собственно говоря, базируются на том, что вы знаете ответ на три вопроса. Это водорастворимые или жирорастворимые, да? Куда мы денем растворы, то в чем растворяется. Все. И теперь правила сохранения витаминов. Собственно, если вот вы поняли то, что я рассказал, уже дальше можно вообще не говорить. Дальше каждый человек может просто проанализировать, как он готовит пищу и куда что денется. Ну, взяли мы картошку, завернули в фольгу и решили запечь. Ну, куда оттуда все денется изнутри? Некуда. Оно осталось с нами. Отсюда и начинаются правила. Первое правило. Сколько должно быть воды? Мало. Чем меньше воды, тем меньше потери витаминов. Молодцы. Второе правило. Хотите сохранить витамины? Пейте ту жидкость, в которой вы варите. Понятно? Третье. Если в процессе приготовления из еды что-то капает, запекаем яблоко, из него капает мясо, капает сок, да? Вот то, что капает, это и есть потеря витаминов. Если удается собрать то, что капает, и вернуть, то это сохранение витаминов. Ну, условно говоря, у вас домашний гриль, с мяса капает сок, а вы берете этот сок и поливаете им мясо, да? Вы сохраняете витамины. Но если мы собрались во дворе, и жир капает прямо с мяса на угли, то мы таким образом что? Теряем витамины. Это понятно? Молодцы. Чистка овощей, друзья мои, чистка овощей. Вообще, в идеале их надо помыть, но чистить после приготовления. А еще лучше и резать после приготовления. Понятно? Что еще очень важно, например, водорастворимые витамины, их концентрация может уменьшаться при контакте с воздухом. Ну, потому что в воздухе тоже есть водяные пары. Чем меньше диапазон времени между сварили и съели, тем больше витаминов нам удастся сократить. И еще три небольших правила. Понятно, что чем меньше время будет находиться продукт в жидкости, тем меньше он потеряет витаминов. То есть, к чему совет? Совет. Минимально возможное время приготовления. Картошку можно сварить за пять минут, а можно за двадцать. То лучше за пять не надо переваривать, это увеличивает потери. Далее. Очень важный совет. Никогда или как можно реже используйте соду при приготовлении. Сода, щелочная среда, разрушает витамины. Ну и понятно, что чем выше температура приготовления, тем интенсивнее разрушаются витамины. Итак, друзья мои, вы на самом деле сегодня узнали огромное количество информации о витаминах, об их разрушении, о способах приготовления. Просто если вы проанализируете, как вы готовите, то, зная то, что я вам сегодня рассказал, вы всегда сможете ответить на вопрос, как лучше. Кстати, практически меньше всего витамины, как неудивительно, теряются при обработке пищи. Где? В микроволновой печи. Оказывается, именно так. Мы еще, может быть, поговорим в этом году, полезно это или вредно, разные способы приготовления, но факт остается фактом. Главное, вы получили информацию к размышлению, а это значит, вам пригодилась школа доктора Комаровского. Это также значит, что мы встретимся с вами ровно через неделю. Всего вам доброго. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал.